МОСКОВСКИЕ СТАРОСТИ Здравствуйте! Сегодня на нашем календаре 23 апреля 1922 года. Газета «Голос России» Берлин. В связи с телеграммой собственного корреспондента Руля о том, что в Поволжье убит и съеден представитель АРА, один из отделов германского Красного Креста запросил местную американскую миссию, насколько соответствует действительности это сообщение. На запрос миссия ответила, если бы произошло убийство уполномоченного, то члены миссии были бы осведомлены об этом немедленно. Газета «Последнее известие Ревель». Советская делегация на генуэзской конференции представила союзным державам детальную ноту об убытках, причиненных России в связи с гражданской войной и блокадой. Выражено принципиальное требование возместить убытки или предоставить соответствующие компенсации. Газета «Известия в ЦИК» в Грозном. Для предотвращения нападения бандитов на нефтяные промыслы электрогруппа пускает ночью по окружающему забору ток высокого напряжения. Газета «Красный север Вологда». Такого наводнения давно уже не было. Особенно пострадал третий район города, где много улиц было залито водой. 19 апреля возвращавшиеся домой рабочие и служащие пробирались по мосткам по колено в воде. Немало было случаев, когда кавалеры, взвалив на плечи своих дам, переносили их на себе. Газета «Красная звезда Петроград». 22 апреля член ЦК «Помгола» товарищ Винокуров и епископ Антоний в сопровождении корреспондентов американского телеграфного агентства «Ассошейтед Пресс» и газеты «Паблик Леджер», а также представителей советской прессы, посетили в Москве Крестовоздвиженскую церковь и Никитский монастырь во время изъятия ценностей. Прибывшие подробно ознакомились с порядком изъятия, сортировкой и запечатыванием ценностей, подлежащих сдаче Фонд помощи голодающим. Газета «Накануне Берлин». Тарифным комитетом отклонено ходатайство главпроф.обра о льготном проезде по железной дороге для студентов. Отказ мотивируется тяжелым финансовым положением транспорта, вынужденного платить высокие цены в СНК и на вольном рынке за материалы. Почтовый ящик газеты «Гудок», служащему станции «Муравейка». Ваша заметка «Лучше бы свиней пасти» не подойдет. Вообще же пишите, под каждой корреспонденцией должна быть помечена для сведения редакции ваша фамилия и адрес. Об этом писали газеты 23 апреля 1922 года. Подписывайтесь на наш канал, вопросы задавайте в комментариях. Московские старости. 100 лет тому назад.